Сегодняшний урок это создание эффекта карандашного эскиза. Для начала откроем изображение, над которым мы будем работать. Создаем дубликат слоя. Затем переходим в меню изображение, коррекция и инверсия. Либо мы можем нажать с клавиатуры Ctrl-I. После чего конвертируем слой в смарт-объект. Применим фильтр размытия по гауссу к этому слою. Выбираем значение 40. Так как слой конвертирован в смарт-объект, вы сможете тонко настроить данный эффект. Далее изменим режим смешивания для слоя на осветление основы. Контраст изображения позволит проявиться зернистости на фото. Далее мы создаем новый корректирующий слой уровней. Здесь вы перемещаете бегунки теней и полутонов чуть более вправо, чтобы немного затемнить фото. Вот так будет достаточно. Затем создаем еще один новый корректирующий слой черно-белое. Стандартные настройки корректирующего слоя будут достаточны для того, чтобы окончательно убрать цвет и придать вид карандаша. Затем нажимаем Ctrl-A, выделим все и переходим в меню редактирования. Скопировать совмещенные данные. Затем нажимаем Ctrl-V, чтобы вам были видны слои, чтобы вставить скопированные слои, те которые мы скопировали. Переходим в меню фильтр, галерея фильтров и выбираем свечение краев. Это находится у нас в папке стилизация. Выставляем ширину краев на значение 1, а яркость смягчения по максимуму. Переходим в меню изображения, коррекция, инверсия, либо, как мы уже говорили, Ctrl-I, Ctrl-I. Вот. Вот. Преходим в меню изображения слоев на Multiply в английской версии и умножение. Здесь же меняем непрозрачность до 50, либо 60 процентов на глаз. Затем создаем новый слой и заполняем его чистым белым цветом. Применяем фильтр из галереи фильтров. Выбираем текстура, текстуризатор. А настройки выберем известняк. Вот такие вот настройки. Рельеф 4. Масштаб пусть будет 100. Изменим режим этого слоя на умножение. Опять-таки зададим ему непрозрачность 50. Если вы хотите иметь данный рисунок в чисто карандашном стиле, без цветов, то поменяйте, отключите корректирующий слой черно-белое. Либо Уберите все цвета. Вот Наш рисунок готов.